Дорогие дороги Дорогие дороги Дорогие дороги Дорогие дороги Они бежали от войны. Не понимая, за что, так судьба наказала их, за что их предало родное государство. Поток беженцев с юго-востока Украины возрос в начале июня. До сих пор на Украине продолжаются боевые действия. Сейчас в России уже больше миллиона человек. Только в Нинецкий округ прибыло больше 80 беженцев. Обычная среднестатистическая семья. Мама, папа, дочка. С Басовыми мы познакомились около месяца назад. Взрывы и обстрелы Екатерина, конечно, не видела. Но что такое война, знает не понаслышке. И даже когда в Луганской области начались боевые действия, она до последнего верила, что их семью страшные события не коснутся. Но когда силовики стали подбираться к их поселку, пришлось экстренно покидать родной дом. С собой взяли только самое необходимое. Воду, кое-что из одежды, медикаменты и подгузники для маленькой Евы, 9-месячной дочки. До границы добирались на машине, после пешком. Пересечь рубеж Украины и выехать в Россию у Басовых получилось только с четвертого раза. Да, тяжело было. Коридоры то откроют, то закроют, то начинаются бои. Все разъезжаются. Вроде бы есть коридор, все, звонят, можете ехать. Только начинаешь пробираться, только начинаешь ехать, и не звонят, все, начались бои, отбой, все, нужно куда-то уходить. И поэтому так несколько раз. Пробовали, пробовали, старались уехать. Рассказывая об этих ужасных событиях, в глазах Екатерины мы увидели не только страх, отчаяние, боль и обиды за то, что их придала родная страна. Нас попросили не снимать встречу Басовых с тетей, которая помогла им перебраться в Наринмар. Но за дверью были отчетливо слышны рыдания. Там, на Украине, у них остались все родные. Бабушки, дедушки, родители и друзья. Некоторые, конечно, смогли выбраться из военной западни. Например, Людмила Котлова из поселка Индустрия. В Наринмар она приехала с мужем и сыном. На родине у Котловых остались родители. Сначала регулярно созванивались с ними. Теперь связи в Луганской области практически нет. Да, связь, что была, нету. А сейчас как бы с перерывами, но еще созваниваемся. А не планируете их вывезти? Они хотят. Не хотят уезжать, да? Потому что все осталось, все нажито, они хотят. Куда? Мы, молодые, как бы еще сможем что-то сделать. Ну, как бы нажить это все. Они уже все как бы уже... Семья Савченко тоже из индустрии. И тоже натерпелись. Находясь здесь, под чистым и мирным небом, они хотят только одного – забыть весь этот ужас и начать жизнь с чистого листа. На наш вопрос, вернетесь ли на Украину, отвечают однозначно – нет. Нет там будущего, отмечают они с отчаянием. Глава семейства сейчас оформляет все необходимые для трудоустройства документы. Но страшные воспоминания не выходят из головы ни на минуту. В Луганской пришлось покататься. И на данный момент сейчас у меня там мама, отец остался, бабушка. Со вчерашнего утра вот и до вечера их это... обстреливали. В поселке Назварде находится, в соседнем находится наши ополченцы. Вот, связь вчера вечером разговаривали, прервалась. На данный момент я не знаю, что с ним. Семья Коростылевых в Ненецкий округ прибыла около недели назад. Чтобы встретиться с ними, мы отправились в социальную гостиницу. С виду жизнерадостные люди. Но как только задаем вопрос, оправда ли, что там война, улыбка с лица моментом исчезает. В глазах смесь страха, досады и злости. Злости на тех, кто устроил войну, кто лишил их мирного неба над головой. Не буду скрывать, буквально от нашего дома мы живем в частном доме, частный сектор у нас. Буквально в 300-400 метрах от нашего дома ставят, как мы их назовем, укропы. Насгвардия ставит минометы и производит бомбежку, скажем так. Это на самом деле так. А вы давно уехали от города? Нет, недавно. Может, неделю назад. Никаких проблем не было, когда обраницы пересекали? Ну, ехали мы тоже так, такими путями, напрямую, как бы, я пришлось немножко мудрить. История типичная. Люди в масках, взрывы, ночные перестрелки. События последних месяцев они вспоминают как кошмарный сон. Когда спасались, в голове была одна мысль – остаться в живых и уберечь дочку. Истребители над крышей дома и вооруженные солдаты на улицах родного города – артобстрелы и фейерверки из фосфорных бомб. Благо, теперь весь этот ужас позади. Семилетняя Алина пошла в первый класс. Ребята и учителя девочку приняли радушно. Мы съездили в пятую школу и лично пообщались с первым учителем Алины. Нет, Алина не отличается от остальных ребят. Такая же активная, общительная, как остальные первоклассники. Выполняются требования учителя, то есть обычный ребенок. В июле премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о распределении между субъектами России граждан Украины, прибывших в нашу страну в экстренном порядке. Для каждого субъекта предусмотрена своя квота, в рамках которой каждый регион должен принять определенное количество украинцев. Так, самое большое количество бежавших от войны примут в Новосибирской области – порядка 11 тысяч. Красноярск примет около 2,5 тысяч беженцев. Столько же беженцев отправится в Татарстан. Всего же в России сейчас развернуто более 900 пунктов временного размещения беженцев с Украины. Палаточные городки будут действовать до тех пор, пока окончательно не будет выстроена новая схема приема беженцев. Четыре палаточных лагеря для украинцев в Ростовской области уже переполнены. Власти этого региона намерены ускорить отправку беженцев в другие области страны, так как квота на их размещение в Ростовской области уже исчерпана. О статусах, которые могут получить граждане Украины, нам рассказал начальник отделения по делам миграции ОКМС России по Ненецкому округу Василий Юдин. У нас есть несколько статусов иностранных граждан. Первый статус – это временное пребывание на территории Российской Федерации. В этом случае они могут находиться в Российской Федерации 90 дней. И в дальнейшем срок пребывания может быть продлен на основании полученного разрешения на работу для трудовой деятельности у юридических лиц, либо патента для работы у физических лиц в домашнем хозяйстве. То есть часть граждан ограничивается этим временным пребыванием на территории Российской Федерации и, к примеру, оформляет патент для работы у физических лиц в домашнем хозяйстве, там ремонтировать квартиру, строить дом и так далее. Второй статус, который могут получить граждане – это временное проживание на территории Российской Федерации на три года. Оно дает возможность проживать в Российской Федерации, соответственно, три года. При этом он может свободно перемещаться, въезжать-выезжать за пределы страны, может работать без специального разрешения на работу у юридических лиц, оформить полис медицинского страхования и в дальнейшем может стать участником программы по добровольному переселению соотечественников, либо, прожив год, через год у него возникает право, он может обратиться за получением нового статуса, стать постоянно проживающим иностранным гражданином, то есть получить вид на жительство на территории Российской Федерации. Ненецкий округ же должен принять на свои территории до конца этого года не менее 150 человек. Мы хотим успокоить тех жителей округа, которые в свете последних событий стали верить слухам о том, что беженцам будут предоставлять квартиры без очереди, места в детских садах, работу, первоочередное право пользоваться медицинским обслуживанием и прочими привилегиями. Это все глубокие заблуждения. Что касается жилья, для вынужденных переселенцев из Украины готовятся несколько общежитий в городе Наринмаре и поселке Искателей. Жилое помещение в гостиничном комплексе «Арктический» смогут сдать к 15 сентября. Срок окончания ремонтных работ в административно-бытовом комплексе по улице «Авиаторов» – 18 сентября. По жилью вопрос будет решаться только по пунктам временного размещения, и создаются они пока на полгода. В первую очередь, конечно, вопрос будет решаться по трудоустройству. Когда будет трудоустройство, будут доходы, и, конечно, будут вопросы с жильем решать в общем порядке, как решают и жители округа. Ненецкий арендует, соответственно. Либо, если есть возможность у работодателя, работодатель предоставляет. Если нет возможности у работодателя, то будет самостоятельная аренда жилья после того, как прекратят работу пункта временного размещения. То есть, квартиры из очередей им выделяться не будут? Конечно, нет. А это молодая пара из города Красный Луч в Луганской области. Они одними из первых прибыли в наш регион. С Викторией и Алексеем наша съемочная группа познакомилась в начале июля. Из их рассказов мы узнали, что молодые люди хотели пожениться, но не успели. Теперь жизнь нужно начинать практически с нуля. Возвращаться в родной дом, пока не торопятся, говорят, опасно для жизни. А украинские СМИ ежедневно передают о том, что в стране царит мир и покой. Украинские там показывают вообще неправду, что у нас смешно смотреть на эти новости. То сами, то кондиционер взорвался, то еще там что-нибудь просто, но это очень смешно. Хотя с нас стреляют очень. Самое страшное уже позади, уверяет Алексей и Виктория. Осталось встать на ноги. Алексей уже устроился на работу. Теперь планирует обрести свой угол. А еще разжиться теплыми вещами. Ведь в родном городе они были не нужны. Сейчас любая помощь для молодой пары, как и для всех тех, кто бежал, куда глаза глядят, лишь бы подальше от бомбежек и обстрелов, будет очень важна. Ведь сами они никогда о ней не попросят. Не привыкли. С чистого листа. Этим людям, бежавшим от войны на Украине, понадобится еще много сил и терпения, чтобы начать новую жизнь на новом месте. Главное для них сейчас – поддержка со стороны россиян и, конечно же, нас, наринмарцев. Так давайте же будем толерантными. Пережить тот кошмар, который пережили они. И врагу не пожелаешь. Алина Волучейская, Антон Гудряков, Николай Таратин и Сергей Качиков Телеканал «Север». Программа «Итоги недели». Хочется отметить, что во время подготовки этого материала к эфиру многие беженцы, прибывшие в Ненинский округ, отказывались давать нам интервью. И на вопрос «почему?» говорили ужасные вещи о том, что были прецеденты в украинской практике, когда беженцы, прибывшие в Россию, давшие интервью местным СМИ по возвращению на родину, сажали в тюрьму только за то, что они рассказали правду о том, что творит украинская хунта. А сейчас мы переходим к более локальной проблеме, но не менее обсуждаемой в нашем городе. Как известно, Наринмар является административным центром полноценного субъекта Российской Федерации. Статус столицы, хоть и региональный, дает право любому городу, как культурному деловому центру, быть более развитым в инфраструктурном плане. А столица нефтяного региона и вовсе должна сверкать во всех смыслах этого слова. Одной из главных составляющих этого сияния должна быть дорожная сеть. Но что мы видим сейчас? Единственная дорога, связывающая Наринмар с поселком Искатели, находится в ужасающем состоянии. Ямы и выбоины не только играют на нервах водителей, но и приводят к авариям, зачастую со смертельным исходом. Трассы, конечно, ремонтируют, но какого качества этот ремонт? Отмазки вроде на севере нормальных дорог не построить ввиду климатических условий не пройдут. Примеров масса, например, Норвегия с ее шикарными дорогами. Олег Итанзейский оценил состояние Наринмарской проезжей части и узнал, будет ли в окружной столице когда-нибудь хоть что-то, напоминающее автобан. Эх, дороги! Эти слова из знаменитой песни в точности отражают наши дороги. Такие же пыльные, такие же туманные, только в кавычках. Согласятся все, что в городе их по сути нет. Одни ямы колдобины год от года. Хотя с нашим бюджетом они должны быть как минимум хорошими. И погодные условия здесь ни при чем. Вот, к примеру, в Норвегии они же идеальные, а там тоже крайний север. А почему нет? Конечно, это не мешает. Крайний север или не крайний север. А если все делается по технологии, дома же у нас как бы из кирпича стоят. Стоят, конечно. Стоят. Это Норвегия и их дороги. Причем, заметьте, в стране зима. Сначала ездил, когда асфальта не было. Лучше бы его не было. Лучше бы не было бы. А это столица Ненецкого округа. И наше бездорожье. На улице Лето. Это снова Норвегия и снова их идеальные дороги. Дальше уже комментарии не требуются. И вот так это вся дорога. Вся. Начиная от искателей, кончая кармановкой. И кармановкой, и конечной сюда. Без разницы. Пассажир, который снимает видео, в Гнеме комментирует происходящее. Вот дорожники латают очередную колдобину. Поблизости никакой специализированной техники. В руках строителя ведро. В нем непонятно что. Один из богатейших округов в России. Единственная дорога протяженностью 10 километров. Последний раз капитальная реконструкция дорожной сети в городе была проведена почти 10 лет назад. Целиком тогда заменили асфальт. С тех пор лишь сезонные ямочные ремонты. В этом году он еще не закончен, хотя по срокам уже должен был. ДРСУ ссылается на позднее прибытие в Наринмар. Необходимых ресурсов, а еще нехватку специалистов. Последние 4 сезона асфальтированием занимались приезжие бригады из южных стран. Сейчас рабочие не приехали. В итоге этим летом дорогу приводили в порядок наши местные кадры, не имея должного опыта. На двойку. Больше не знаю. Я не знаю. Одни ямы только. Как бы да, делают, но все это ждем размывает и опять. Я не знаю. Жемотник, качественный. Все эти ямы снова. Только двойка. Только в плюс, в минус никак нельзя. Ну, ниже нуля поставить. Можно? Можно. Ну, минус 5. Вообще. Ну, каждый год одно и то же делают. Одни и те же дыры, а они все больше и становятся. Вот и все. А чтобы сделать хорошо, надо весь асфальт снять и положить заново. Тогда будет хорошо. Деньги ведь есть в окры. Только что они так это делают, что такой слой положили, да и все. А вот тут же водичка пошла и выбивается по-новому. Избавить от выбоин городские дороги ДРСУ обязали в срок до 20 сентября. Начинать нужно фактически с нуля. Те работы, которые были проведены еще летом, пошли на смарку. После первых дождей огромные ямы снова появились в асфальтобетоне. Словно после бомбежки. Вот. Ну, работы не закончены сейчас. Им приходится, в общем-то, снимать практически весь асфальт, чтобы его переделать. Вот этот? Да, вот этот. Потому что только его положили недавно, неделю назад, и уже видно, что он непригоден. Очередная грубейшая ошибка ДРСУ, которая произошла, опять же, из-за неквалифицированных работников. Дорожники загубили контракт на несколько миллионов рублей. В районе спорткомплекса «Норд» строители положили асфальтобетон с отставанием в месяц, при этом безобразного качества. Вот это вот несколько миллионов рублей. Они лежат на дороге, которая полностью не соответствует всем стандартам. В очередной раз коммунальщики пустили деньги на ветер. Новое дорожное покрытие нужно полностью ликвидировать, а взамен, извините за тавтологию, стелить новый асфальт. А это очередное отмывание денег. В ДРСУ не скрывают, сегодня предприятию не хватает так называемого первого звена, который выполняет главные работы. Да и основной материал уже не того качества. Асфальтобетонный завод устарел. Требуется срочная модернизация всего оборудования. Но и этим не исправить печальное положение управления. Чтобы производить качественный ремонт дорог, Евгений Елисеев уверяет, нужно обновлять автопарк. На эти цели необходимо 170 миллионов рублей. Во-первых, надо провести реконструкцию уличной дорожной сети в Наринмаре однозначно. Без реконструкции мы не улучшим. То есть ямочный ремонт не даст нам тех результатов ожидаемых, которые хотелось бы видеть. То есть надо целиком менять полностью асфальтобетонное покрытие. Не на всех дорогах, но на большинстве, скажем так. Эту работу мы не сделаем без определенного вида оборудования. В свою очередь не все так считают. Новое оборудование не исправит положение. Дороги как были плохого качества, так и останутся. Прежде всего в регионе должна появиться конкуренция в сфере стрельства дорог. И только может быть тогда ДРСУ хоть как-то зашевелится и наконец станет ответственнее подходить к своей работе. Один из методов решения данной проблемы – это сюда нужно привлекать новых подрядчиков. Чтобы они свое имели оборудование, естественно, хорошее, не бывшее употребление, не старье какое-то, да. И качество материалов, и рабочая сила, специалисты. Это очень важно. Чтобы были специалисты. Да, именно, чтобы были специалисты. Вот так, откровенно сказать, по дороге, которой мы идем, ее люди делали впервые. Они ранее были заняты на обслуживании дорог, но не на устройстве. То есть дорогу строили буквально наугад. К чему это ведет? К человеческим жертвам. Только за последний год в столице региона из-за некачественных дорог произошел не один десяток аварий. Пострадали люди, в том числе и дети. Впрочем, завершить репортаж хочется хорошими новостями. Уже в следующем году, после того, как все полномочия перейдут от Архангельской области в НАО, в Наринмаре начнется работа по строительству объездной дороги, которая свяжет два городских района с помощью моста через Качгарстинскую курьё. Общая протяженность трассы должна составить около шести километров. Обещают власти всерьез взяться за дорогу Наринмар-Искателей. По плану и должны не только полностью реконструировать, но и расширить как минимум на одну полосу. Кроме того, в пятнадцатом году, наконец-то, вновь возродится строительство трассы на Осинск. Так что из известных двух российских бед, дураки и дороги, одна должна уйти в прошлое. Останется решить только вторую. Олег Танзийский, Николай Таратин, Александр Дуркин, Дмитрий Лукевич. Телеканал «Север». Программа «Итоги недели». Неделя осталась до главного политического события года. 14 сентября в России – единый день голосования. В Нинецком округе в следующее воскресенье ожидается небывалый ажиотаж. Ведь выбирать практически будем всех. Собрание депутатов, городской совет и совет Заполярного района. И после долгого перерыва вернулись народные выборы губернатора. Я уже не говорю о многочисленных сельских выборах. Желающих занять выборные должности великое множество. Кого-то мы знаем не один год, а кого-то и вовсе никогда ранее не видели и не слышали. Зато обещания долгой счастливой жизни в случае избрания хоть отбавляй. Тут тебе и охота с рыбалкой без ограничений, патриотическое воспитание всей молодежи и даже изграни фантастики, отмена всех коммунальных платежей. Валентина Чибичик встретилась с некоторыми кандидатами, узнала, какие такие золотые горы нам обещают. Четыре года и пять лет – это некий цикл, по которому живет регион. От выборов до выборов население округа оценивает, насколько продуктивно или непродуктивно прошло время. Поэтому внимание к предвыборным программам политических партий вполне обосновано. Председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» Игорь Гоц считает, что будущее округа лежит в плоскости социализации жизни. То есть внимание стоит уделять всем областям жизни – образованию, здравоохранению, жилищной политике, малому бизнесу и предпринимательству. Валентина Чибичик, директор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Обеспечение граждан нормальным и приемлемым жильем – притча во языцах. Об этом не говорит только ленивый. СССРы в решении этого вопроса видят двойную пользу. Появится жилье для приезжих специалистов, с которыми сегодня большая проблема. Либерально-демократическая партия России во главу угла ставит права и свободу человека. Благоприятные условия труда и жизни каждого гражданина складываются в здоровое общество и сильную нацию. Заместитель фракции ЛДПР в Государственной Думе Ярослав Нилов, навестивший столицу округа, первым делом отправился в изолятор временного содержания. В принципе, температура вот такая всегда, да? То есть я еще аккаунт и не выключу? Еще выключу. Температура нам нужна. Визит в ИВС не случайен. По словам депутата, время, проведенное в изоляторе, не должно негативно отразиться на человеке, иначе повтора ошибок не избежать. Сегодня 70% людей, находящихся в камерах, спустя некоторое время попадают туда снова. В эту поездку он привез задержанным наборы продуктов и предметов первой необходимости. Это все наши граждане. Это все наши люди. К сожалению, у нас в большевистское советское время и так столько жертв и столько негативных последствий мы сегодня имеем. Вот иногда мы даже не задумываемся про то, что у нас демографический кризис сегодня – это все последствия действия того большевистского ГУЛАГа. Поэтому добрее, гуманнее и неравнодушнее. Человеку надо создать те условия, чтобы действительно он стал на путь исправления. За современными и активными людьми – будущее страны, а значит и каждого региона. В подтверждении этой гипотезы депутат стал участником всемирной акции Ice Bucket Challenge или «Вызов ледяной водой». Он облился холодной водой и бросил вызов трем участникам. Члены коммунистической партии такими номерами народ не развлекают. Разумный подход и поступательные действия. Конек коммунистов. Спешка и желание добиться результата любой ценой ни к чему хорошему не приведут. Далеко за примером ходить не надо. Дорога на тельвиску, пустующий среди лесов туристический центр, чудом невозведенный рыбокомбинат и молодежный центр. Секретарь комитета окружного отделения КПРФ Николай Миловский уверяет, что скрупулезная работа хоть и не дает большой популярности политику, но выстраивает основательный фундамент для дальнейшей деятельности. «Нынешний кандидат от партии власти в губернаторы обещал такое широкое строительство квартир. Там, по-моему, сколько? 7 тысяч квадратных метров, нет? Ну, такие огромные цифры, хорошие цифры. Мне они лично как человеку нравятся. Но, скажите, чтобы построить дом, нужен же не просто участок, нужно провести коммуникации и нужно осуществить гидронамыв. То есть территорию выровнять по нулевому уровню. Гидронамыв, как таковой, уже очень давно не проводился». Для представителей партии «Родина» программа по развитию округа строится на патриотизме. Определённых предложений они не высказали, сославшись на занятость. Но вот отрывок из предвыборного ролика Андрея Ружникова. «Наша партия – партия патриотов. Политик должен быть патриотом и работать на благо Родины и людей. Моя Родина – НАУ. Здесь я родился и вырос. Дорогие друзья, поддержите 14 сентября меня и партию «Родина». Примерно таким видится будущее округа нынешним кандидатам и политическим партиям. Предвыборные лозунги для желающих пройти во власть или остаться у власти – стандартный шаг. Главное, чтобы слова были закреплены делом. А будет ли оно так, узнаем после 14 сентября. Для принятия решения есть ещё неделя. Валентина Чибичик, Александр Дуркин, Сергей Качигов, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Что ещё интересного произошло на неделе, вы узнаете из нашего дайджеста. В России отменяют акционерные общества, как закрытые, так и открытые. Президент Владимир Путин внёс поправки в Гражданский кодекс, по которому в России останутся только публичные и непубличные юридические лица. После внесения изменений в учредительные документы компаниям следует уведомить об изменении, наименовании, заменить печать, переоформить банковские счета, внести изменения в различные документы. Данные поправки были инициированы ещё два года назад. Наринмар с Воланга теперь свяжет регулярное авиасообщение. Наринмарский объединённый авиаотряд вводит дополнительный рейс. Он будет организован по маршруту Наринмар, Нижняя Пёша, Воланга, Белушь и Волоковая Наринмар. Рейс будет выполняться каждый третий четверг месяца при наличии пассажиров. Первый рейс намечен на 18 сентября в 9 утра. Полёт до Воланги из столицы округа будет стоить чуть больше 5000 рублей. С 3 сентября по 2 октября в Ненисском округе вводятся ограничения на движение грузового транспорта, вес которого превышает 3,5 тонны на оси. Эти меры вводятся для сохранения региональных дорог общего пользования от разрушения во время неблагоприятных природно-климатических условий. Под ограничения не попадают автобусные и пассажирские перевозки, перевозки пищевых продуктов, лекарственных препаратов, топлива и почтовых отправлений. Меры не касаются транспортных средств, Минобороны, полиции, медицинской помощи, пожарной и авиационно-спасательных служб, а также других социально важных перевозчиков. 3 сентября в Ненисском округе, как и по всей стране, вспоминали жертв трагедии в Беслане. Напомню, тогда в результате теракта погибло 334 человека, в том числе 186 детей. В этот день в Богоявленском храме прошёл молебен по умножению любви и искоренению ненависти. Почтила память погибших и окружная молодёжь, почти 200 школьников прочитали стихи о страшной трагедии, а в память о погибших детях у школы номер один Наринмара зажгли свечи, которые отнесли на Аллею Славы. Мэрия Наринмара объявила ежегодной акцией «Зелёный десант». В её рамках на территории города планируется высадить около 500 деревьев. К участию приглашаются коллективы предприятий, общественные организации, учебные заведения, семьи и все энтузиасты. Акция пройдёт с 22 сентября по 12 октября. Саженцы доставят из республики Коми. Чтобы принять участие в акции, необходимо подать заявку. Письменные заявления принимает в муниципальном бюджетном учреждении «Чистый город». Орнитологи обнаружили на территории округа пернатых, традиционно обитающих в более южных местах. Учёные объяснили это явление повышением средней температуры в арктическом регионе. Новые виды птиц появляются на территории округа почти ежегодно. Так, в этом году в регионе наблюдали серую цаплю и лебедя-шипуна. Небывалая экспансия теплолюбивых птиц на север говорит о потеплении климата. Однако глобальных изменений нет, заверяют учёные. Скорее всего, это влияние 20-летнего цикла колебания температур, который подходит к завершению. С приходом сентября в Ненецком округе, как и по всей стране, открылся и новый учебный год. День знаний отмечали абсолютно в каждой школе. Для нашего региона 1 сентября 2014 стало особенным. И не потому, что педагоги придумали что-то необычное на праздник, а потому, что в этом году за школьные парты село небывало число первоклашек. 650 маленьких новобранцев, как и их более старшие коллеги, традиционно собрались на линейке в окружении цветов и шаров. Александра Бобрякович вместе с первым звонком пронеслась по городским школам. Стандартный набор первоклассника – огромный букет в руках, за спиной рюкзак для равновесия. Родители старательно выискивают толпе своего маленького школьника и, кажется, нервничают даже больше, чем дети. И пусть новобранцы пока ещё путаются в школьных понятиях, но новую жизнь они представляют исключительно в радужных красках осеннего букета. Мам, у меня поняла цветы. А для кого? Для меня. Мне для учительницы. А вот сегодня вы проснулись утром. Страшно ли было идти в школу? Да. Для меня нормально. Я ещё спать хотела. К учёбе готова? Да. Букет кому купила? Учительница. Уже знаешь, как её зовут? У меня одноклассники с знакомой. Катя Горь, Камила. Учился писать, читать. Ну, сложно ли всё это после садика? Чуть в стороне старшеклассники. Долгий путь отмеренный им школьной линейкой. Они прошли почти до конца. И теперь вспоминаются первый раз в первый класс. Но самые большие испытания только начинаются. Впереди новый учебный год. А за летние каникулы уравнения и формул в голове уже давно перемешались. Придётся наводить порядки, шутят будущие выпускники. В голове, ну, сохранилось, может, процентов на 20, не больше. Но это надо навёрстывать. Потому что, как бы, даются всё-таки недели для раскачки, чтобы всё вспомнить. Затем главной заботой для старшеклассников станет подготовка к выпускным экзаменам и выбор будущей профессии. У младшего поколения школьников всё только впереди. В самой большой школе Заполярного района в этом году аншлаг. 106 первоклашек. Такой цифры школа не видела последние 5 лет. Хорошая демография, поддержка семьи и качественное образование. Последний компонент играет отнюдь не последнюю роль. Школа традиционно славится своими выпускниками и учителями. Школа продолжает развитие позитива новых федеральных образовательных статков. Мы в экспериментальном режиме начинаем обведение в 5 классе. Но самое главное – это участие во всех инновационных проектах, которые есть. Это участие во всех олимпиадах, конкурсах, всероссийскому образованию, просьбе нового уровня. Губернатор тоже выпускник этой школы. Игорь Кошин, бывая здесь, каждый раз призывает учеников возвращаться в родные края. Школа даёт хорошее образование, округ поддерживает успевающих студентов. На выходе получается образованный специалист, которых сейчас так не хватает. Вы знаете, сегодня на уровне государства российской уделяется огромное внимание образованию в целом. И об этом говорят и майские указы президентской федерации, и те указы, те направления деятельности, которыми нас озадачивают. И это здорово. Это здорово, что страна возрождается, прежде всего, с образованием. Страна возрождается с ребёнка. В новом учебном году педагоги ждут от каждого первоклашки в первую очередь горящих глаз. И при этом понимание, что детство закончилось. Александра Бобрякович, Владислав Новский, Александр Дуркин, Телеканал Север. Классика в высоких широтах. Впервые в Наринмаре прошёл фестиваль «Дни высокой музыки в Арктике». За четыре дня классику услышали больше тысячи жителей Ненинского округа. Со сцены культурно-делового центра звучали произведения Моцарта, Чайковского, Брамса и Верди в исполнении знаменитых музыкантов. Впервые в наш регион приехал оркестр «Московская камерата». Кому он аккомпанировал и как прошёл фестиваль, расскажет Екатерина Гончарова. Ещё перед открытием фестиваля его художественный руководитель Дмитрий Коган и глава региона Игорь Кошин встретились с журналистами. Говорили о развитии культуры и, естественно, о музыке. Известный скрипач сообщил, что в скором времени в Наринмар приедет директор Уральского музыкального колледжа Эльвира Архангельская. Она готова обсудить условия сотрудничества учебного заведения с нашим округом. Такой союз, по словам музыканта, поможет одарённым детям реализовать себя и постоянно повышать квалификацию преподавателей музыки. Вашу музыкальную школу возьмут под, что называется, крыло одной из крупнейших музыкальных детских заведений России. И всё будут, и педагоги, и студенты, и всё будет нормально. Вот так. Поэтому, наверное, просто нам больше нужно делать и думать о том, что мы можем делать сами, не дожидаясь, пока что-нибудь федеральные министерства нам принесут. В свою очередь, Игорь Кошин отметил, что в сфере культуры регион ждут изменения. Потребности жителей меняются, и им нужно соответствовать. Мы говорили о том, что сегодня очень много лубка, о том, что сегодня очень много хороводов, о том, что общество меняется, и у людей возникает потребность в классической музыке, в высокой музыке. И именно в том числе и благодаря этому сегодня мы проводим этот фестиваль. В преддверии открытия фестиваля Игорь Кошин вручил Дмитрию Когану удостоверение общественного советника по культуре в Нейнском округе. Открыл фестиваль его художественный руководитель. Скрипачу деляет большое внимание развитию классики в современном мире. Дни высокой музыки – проект, стартовавший уже несколько лет назад. За это время фестиваль состоялся во Владивостоке, Челябинске, Самаре, Хабаровске и даже на Сахалине. Теперь классика в живом исполнении звучит и над просторами Арктики. Репертуар фестиваля Дмитрий Коган подбирал лично. Одним из условий было показать все многообразие классики. Именно поэтому в программе появились оперные певцы. Зрители услышали сопрано Екатерины Смолиной. Ее репертуар обширен – от музыки раннего барокко до сочинений современных композиторов. Не менее разнообразный репертуар еще у одного гостя фестиваля – Максима Пастера. Солист Большого театра и обладатель тенора не устает повторять. Классика – это массовое искусство, доступное каждому. Везде очень хорошо принимают. Это досужие домыслы. То, что классическое искусство для избранных нет. Ни в коем случае. Это также нравится обычному человеку. Акомпанировал солистом и не только оркестр Московская Камерата. Этот коллектив отличается своим неповторимым исполнительским стилем, яркостью звучания и профессионализмом. Его игру и весь концерт публика оценила бурными аплодисментами. Мы в восторге. Вообще такое впечатление. Прямо все на одном дыхании. Даже, честно говоря, не ожидали, что такие получим впечатления. Очень яркие эмоции переполняют нас. Поэтому большое спасибо организаторам. Очень понравилось. Мне и моим коллегам. Вообще концерт был замечательный. Первый раз в моей жизни. Просто моя мечта сбылась. Второй день высокой музыки для Нарин Марцев стал фортепианом. Сольным концертом выступил известный пианист Алексей Курбатов. Он играл на площадках более чем в 60 городах России. Кроме того, с концертами побывал не только в Европе. Также на Востоке, в Америке и в Австралии. Сочинять музыку Алексей Курбатов стал в раннем детстве. Первое произведение создал в пятилетнем возрасте, а в шесть лет написал балет. Диапазон композитора широк. Это масштабные симфонические полотна и камерные произведения. Опера и вокальный цикл. Музыка к кинофильмам и различные переложения. Обширную программу пианист представил и жителям нашего региона. Я постарался составить ее из произведений различных авторов, которые показывали по развитию музыки последние 300 лет. То есть там начиная от баха и заканчивая мной. Алексей Курбатов вместе со своим коллегой и еще одним гостем фестиваля Виктором Абрамяном провели мастер-классы. Музыканты отметили высокий уровень подготовки детей в школах искусств Ниньского округа. Наша музыкальная школа, учебная система, она очень хорошая, она лучшая в мире. В каждом, даже в самом маленьком городке России есть школы и самое главное, есть энтузиасты, педагоги, которые отдают беззаветно преданное своему делу. Закрывали фестиваль пианист и скрипач также вместе. Курбатов и Абрамян исполнили произведения великих музыкантов Европы «Времени романтизма». С публикой они не прощались. В Заполярье возможно вернуться еще раз. Ведь фестиваль «Дни высокой музыки» в Арктике станет ежегодным. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok